Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и программа «По существу». Сегодня у нас в гостях начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Чувашской республике Павел Васюков. Павел Георгиевич, здравствуйте! Здравствуйте! В настоящее время военная служба по контракту – это выгодная и престижная профессия. Так ли это? Какие плюсы и, возможно, минусы у такого вида военной службы мы обсудим сегодня? Павел Георгиевич, ускажите все-таки, есть ли преимущества такого вида военной службы и в чем они заключаются? Да, конечно же, совершенно верно. Преимуществ военной службы по контракту – масса. Но все-таки начну с того, что мы ведем работу по отбору граждан для поступления на военную службу по контракту на воинские должности, которые подлежат замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, а также прапорщиками и мичманами запаса. Преимущества военной службы по контракту велики. Военнослужащий по контракту имеет достаточно весомый социальный пакет, который включает в себя ряд очень значительных... По сравнению, да, опять же, если по призыву. По сравнению, ну, к примеру, сравнивать, если военнослужащий по контракту с военнослужащим по призыву. Да. Здесь военнослужащий по призыву проходит службу в течение 12 месяцев. Военнослужащий по контракту здесь может заключить на различные сроки контракт. Если он ранее не проходил военную службу по призыву, но имеет высшее профессиональное либо среднее профессиональное образование, срок контракта составит 2 или 3 года. Если он ранее проходил службу по контракту, либо по призыву, то срок первого контракта может составить 3 года и так далее. Какие социальные гарантии и льготы распространены на военнослужащих по контракту? Первое, конечно, это же жилищное обеспечение. Военнослужащий по контракту после заключения второго контракта, именно после трех лет прохождения службы, имеет право стать участником накопительной ипотечной системы. После этого еще ему нужно прослужить 3 года, то есть в общей совокупности 6 лет. После прохождения 6 лет службы он может воспользоваться накоплениями и приобрести жилое помещение в любой точке России. То есть жильем он будет обеспечен? Да, жильем будет обеспечен. Опять же, от него только требуется добросовестное и образцовое исполнение своих обязанностей служебных. Следующий момент – это пенсионное обеспечение. Тоже сейчас на данный момент государством предусмотрено гарантированное право выхода на пенсию для военнослужащих по контракту, общая продолжительность которых службы составляет 20 и более лет, либо в льготном, либо в календарном исчислении. Также для военнослужащих распространяются такие виды льгот, как бесплатное питание, вещевое имущество, медицинское обеспечение. Ну, про зарплату здесь можно поговорить отдельно. Льготы при получении образования следующего уровня и ряд других льгот. Отдельно хочу остановиться на, как вы сказали, заработной плате в вооруженных силах. Это называется денежным довольствием. Денежное довольствие военнослужащего состоит из оклада по воинской должности и по воинской должности. В совокупности минимальный размер этой выплаты составляет от 20 тысяч рублей в месяц. Но, опять же, с учетом воинского звания, повышения по воинской должности, места прохождения, да, совершенно верно, места прохождения военной службы, других факторов, сумма, конечно же, увеличивается в сторону увеличения. Кроме того, помимо должностного оклада предусмотрен и ряд дополнительных выплат. Такие, как ежемесячная премия за добросовестное и эффективное исполнение своих обязанностей. Стимул. Да, стимул. Выплата за работу со средними составляющими государственную тайну, за классность, за выслугу лет, ну и дополнительные выплаты. Все это зависит от специфики прохождения службы. Понятно. С 2017 года вы начали набирать не только выпускников вузов, да, но еще и техникумов. Скажите, насколько вот был спрос на именно выпускников техникумов? Был спрос? С 1 мая прошлого года такое право выбора дано, предоставлено и гражданам, которые закончили средние профессиональные образовательные организации, но не проходившие ранее военную службу. У нас спрос есть, конечно же, в республике. Охотно молодые люди выбирают военную службу по контракту вместо службы по призыву. Вот в этом году мы уже оформили более 100 человек после техникумов, колледжа, при равных среднем по самообразованию учреждений. И более 50 человек и граждан, которые закончили высшее профессиональное образование. То есть даже то, что срок больше, чем по призыву, людей не пугает. Конечно же, людей не пугает срок службы. Ведь в отличие от военнослужащих по призыву, на военнослужащих по контракту распространяется широкий спектр льгот и социальных гарантий, которые я уже перечислил. Да, я уже перечислил. И вообще люди найдут, которые действительно душой хотят. Да, конечно же, много людей, которые посетить себя хотят военной карьере. У нас есть, к примеру, недавний случай. Житель Порецкого района в 2015 году закончил одно из образовательных учреждений высшего профессионального образования по Чувашской республике. Воспользовался правом выбора и поступил на военнослужащие по контракту вместо военнослужащих по призыву. С учетом прохождения им мероприятий отбора, с учетом требований, которые предъявляются к военнослужащим по контракту, он выбрал для прохождения службы одно из подразделений связи в Самарской области. Там зарекомендовал себя с положительной стороны. Его командование части назначило на воинскую должность, которая предусматривает воинское звание прапорщик. На данный момент он является прапорщиком образцово, исполняет свои служебные обязанности. И зачислен он сейчас для прохождения четырехмесячных курсов в военную академию связи города Санкт-Петербурга. В декабре текущего года ему будет присвоено офицерское звание лейтенант. То есть он уже окончательно решил связать свою судьбу с армией. Но таких примеров у нас немало. И люди охотно остаются в армии и продолжают службу. Павел Георгиевич, я знаю, что не только мужчины, но и женщины могут к вам на службу поступить. Расскажите, для каких категорий женщин и насколько у вас это вообще спрос имеется на это? Девушек, изъявивших желание проходить военную службу по контракту, с каждым годом растет. С чем связано? Ну, во-первых, конечно же, опять же, я повторюсь, это стабильность, социальные гарантии и гарантированное трудоустройство. Жилье, социальные выплаты, зарплаты. Это все льготы и социальные гарантии. То есть такие же льготы, как и на мужчин, то есть там на женщин. Конечно же, конечно же. Прием на военную службу по контракту граждан женского пола осуществляется на общих основаниях. В принципе, так же, как и юноши, молодых людей. Единственное, для них существуют при отборе дополнительные нормативы по физической подготовке. В вооруженных силах востребованы в основном должности, которые замещаются специалистами младшего персонала, медицинского персонала, специалистов связи, музыкантов, ну и ряд других. Женщины охотно идут. То есть всегда у нас был спрос на комплектование с женщинами. А состояние здоровья? Вот что и мужчины, что и женщины, какие-то есть ограничения? Да, конечно же. Первый фактор, одно из требований для поступления на военную службу по контракту является состояние здоровья. Кандидат, который извел желание поступить на военную службу по контракту, по результатам медицинского освидетельствия, должен быть признан годным к военной службе, либо годным с незначительными ограничениями. Павел Георгиевич, куда Вы направляете людей, которые пришли к Вам, хотят служить? Спектр воинских частей, куда мы отправляем для прохождения военной службы по контракту, очень широк. Начиная от Мурманска, заканчивая Каспийском, от Калининграда до Дальневосточного региона. А принципы отбора, куда Вы направляете людей? В основном кандидаты у нас хотят служить поближе от дома. Как правило, это части Центрального военного округа, дисфоцированные в Самарской области, в Оренбургской области, в Челябинской области. Много у нас кандидатов, которые заключали контракты в подразделениях воздушно-десантных войск, в подразделениях связи, морской пехоты. Огромное количество служит на кораблях военно-морского флота. А также за пределами Российской Федерации, где дисфоцированы наши базы. Это Республика Таджикистан, Абхазия, Южная Осетия. Те граждане, которые изъявили желание поступить на военную службу по контракту, могут обратиться в пункт подбора на военную службу по контракту, который расположен по адресу города Чебоксары, улица Пирогова, дом 10А. Наш телефон 45 20 97. Либо военные комиссариаты по месту жительства, где сотрудники проведут и дадут подробную консультацию по вопросу прохождения военной службы по контракту. Что может послужить основанием для отказа, кроме состояния здоровья? Есть какие-то еще основные моменты? Конечно же, контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданином, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, либо ведется предварительное следствие, которым назначено наказание, уголовное дело, в отношении которого передано в суд. Также не имеют права заключить контракт граждане, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также привлеченные к административной ответственности за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. Спасибо большое, Павел Георгиевич, вам за такую беседу. А я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». У нас в гостях был начальник пункта отбора на военной службу по контракту по Чувашской республике Павел Васюков. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова